Деньги за них уже получены. Деньги за них уже получены. Деньги вы должны довести схему до конца. Поэтому варианты с шарлатанами или шором не пройдут. Я очень ясно об этом говорил. Белецкий также прокомментировал заявление Андрея Спыну и премьер-министра Дарина Ричана по поводу провалившихся тендеров в аэропорту. Спыну сказал, что это саботаж. Ричан, что это шор. А в другой передаче он заявил, что это потому, что в тендере было слишком мало конкурентов. С другой стороны, они говорят, что тендерная спецификация была сделана некачественно и не переведена на английский язык. Эти ребята сегодня говорят одно, завтра другое, послезавтра третье. Существование коммерческих площадей, которые продают пиццу, пиво, носки и другие подобные вещи, как в любом другом аэропорту, никак не могут повлиять на Министерство инфраструктуры, Агентство публичной собственности и руководство аэропорта. Это нонсенс. А если такое возможно, им всем следует уйти в отставку, потому что они некомпетентны и слабы. Невероятно, чтобы кто-то поверил, что несколько бутиков, принадлежащих шору, способны помешать целой власти. Указав на отказ членов тендерной комиссии подписывать ряд документов, Влад Белецкий назвал это подтверждением его заявления о том, что тендеры были организованы серьезными отклонениями от закона. Члены тендерной комиссии не хотят подписывать, потому что они не хотят нести ответственность за свои подписи. И чтобы вы знали, они почти еженедельно меняли состав комиссии, потому что люди категорически отказывались. Я задал вопрос. Скажите, пожалуйста, кто подписывал технические условия? Это базовый документ, по которому должно происходить определение победителя. Никто его не подписал, никто не утвердил. Но как это возможно, чтобы базовый документ никто не утвердил? Откройте закон о проведении публичных тендеров. Там очень четко написано, что документ должен быть подписан, завизирован двумя-тремя лицами. Председателем, секретарем, членами комиссии. Никто не берет на себя ответственность за технические условия. Их официальный ответ я опубликовал. Ранее председатель ассоциации Унирио Диб заявил, что глава агентства публичной собственности Роман Кожухарь умывает руки и перекладывает ответственность за тендер на аэропорт. К такому выводу он пришел, получив ответ на свой запрос в адрес агентства. По словам Белецкого, из ответа следует, что агентство публичной собственности якобы не имеет отношения к тендеру, хотя до тех пор только агентство и министр инфраструктуры Андрей Спыну объявляли информацию о проведении тендера в аэропорту. В другом своем обращении, на этот раз в адрес аэропорта, Белецкий запросил информацию о комиссии, которая организует тендер, попросив назвать имена составителей пакета технических условий. Получив ответ, он констатировал, что имена членов комиссии не разглашаются и что за составление пакета условий никто конкретно не отвечает. Ранее министр Андрей Спыну отрицал какое-либо свое участие в организации проведения тендеров в аэропорту. Влад Белецкий заявил, что продолжит следить за действиями властей, в том числе за тем, как расходуются средства на ремонт дорог. Он упомянул подъездную дорогу к пограничному пункту Леова-Бумбата, строительство которой является предметом уголовного дела. По словам Белецкого, эта трасса обошлась в три раза дороже, чем строительство обычной дороги. По данным прокуратуры по борьбе с коррупцией, на строительство 3,6 километров этой трассы было потрачено 250 миллионов леев, а затем расходы были увеличены еще на 30 миллионов, что вызывает опасения в эффективности использования публичных средств. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что не будет комментировать действия правовых органов.